Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено указом президента Республики Казахстан в 1998 году. Но традиция сохранилась еще с советских времен. Тогда праздновали 1 октября. Именно советская медицинская школа стала базой для развития медицины во всех бывших союзных республиках, ставших независимыми государствами, в том числе и в Республике Казахстан. В медицину я пришла по собственному желанию. Профессия нравилась. Хотелось помогать людям. С детства мечтала об этой профессии. Вообще хотела стать врачом, но так получилось, что работаю медсестрой и не жалею об этом. Я закончила как Читавское медицинское училище в 1995 году и по распределению пришла в дерматовенерологическое отделение. И работаю здесь уже 28 лет. Мурсы специализации постоянно прохожу. Повышаю категорию. У меня высшая категория. Пожалуй, нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играют большую роль, чем профессия врача, медсестры, а также всего медицинского персонала. Именно медицинские работники помогают выявить по симптомам и в ходе обследования заболевание, определить его характер, выстроить схему и методы лечения, а также провести это лечение. Медицинских работников дерматовенерологического отделения по праву можно считать бойцами невидимого фронта. О них не говорят друзьям и не пишут в газетах. Их заслуги практически всегда скрыты. Это крем мезо с вазелином смешивается. Это такой состав. Каждому индивидуальная мазь, потому что в зависимости от того, как назначить доктор, какое состояние кожи на данный момент. Многие пациенты уже много, часто у нас лежат, поэтому они уже знают, что им идет, что не идет. Вот сами даже могут где-то корректировать. Курс лечения сколько длится? Курс лечения 10 дней псориаза, но в зависимости от тяжести. Болею псориазом в течение 52 лет. Единственное спасение для меня – это вот хачтаф. Здесь я нахожусь каждый год. Даже бывают такие случаи, что в год два раза. Благодаря таким работникам мы живем. Мы псориазники. Я хочу поздравить всех работников с праздником, пожелать самое главное – здоровья, самое главное – семейного благополучия и успехов в их нелегком труде. В системе здравоохранения Акмолинской области в государственных медицинских организациях трудятся около 8 тысяч медицинских работников. За последние три года дефицит врачебных кадров в целом по области снижен почти в два раза. В целях мотивации медицинских кадров принимается ряд системных мер. Обеспечивается социальная поддержка медиков путем сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах. Увеличены выплаты подъемных молодым специалистам. До полутора миллиона тенге для городов районного и областного значения. До двух с половиной миллиона тенге в сельской местности. На данный момент я работаю уже 29 лет в областном кожеин-диспансере. Пришла я в далеком 1994 году после медицинского училища молодым специалистом. И работаю по сей день. Пришла я работать в поликлинику, работала в различных подразделениях. Моей задачей является помощь врачу в ведении приема. Осматриваем пациентов, выписываем различные направления. Высокий профессионализм медицинского персонала, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием – признаки успешного развития медицины и качества медицинских услуг в стране. А вот качество медицины – это уже один из важнейших показателей и залог успешного развития современного государства, где ценность человеческой жизни не является пустыми словами. Это был большой кожвен-диспансер, типовое здание, большое, что был очень большой штат, но в силу современных тенденций, сокращение стационарной помощи, естественно, сливание нескольких больниц в единую, образование таких больших центров. В принципе, у нас сократился штат, сократилось количество койко-мест. На сегодняшний день у нас всего лишь 35 коек и 10-дневных коек. Штат маленький, если раньше был штат более 120 человек, и коек было 120, коечный фонд был, то на сегодняшний день только 35 коечных, естественно, и людей меньше стало. Рост заработной платы врачебного персонала в среднем составляет 30%, среднего медицинского персонала на 20% и младшего медперсонала в среднем на 15%. Оснащенность медицинских организаций области увеличилась на 8,5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова